В современном мире человеку остается все меньше места. Он все чаще становится объектом грубых манипуляций, раздружительных информационных войн, напора сектантского фанатизма. Может ли христианская психология и психотерапия встать на его защиту, помочь церкви восстановить человека в человеке? Поиску ответов на эти вопросы была посвящена 7-я международная научная конференция православных психотерапевтов, которая прошла в Москве в стенах Российского православного университета. В стенах Российского православного университета встретились священнослужители и миряне, ученые и практикующие психотерапевты, студенты и преподаватели из разных городов России и стран СНГ, а также США, Греции, Индии, Нидерландов, Румынии. Конгресс восьмой по счету, но впервые международная конференция православных психотерапевтов проходила в Москве. За последние 25 лет, возродившись, христианская психология в России превратилась в широкое движение. Смысл этого конгресса я вижу в том, что впервые наша отечественная постсоветская психология, христианская психология, она вливается полноценным членом в мировое психологическое сообщество. Главная тема конференции – христианская психология между человеком и миром. Свобода, ответственность, личность. Приветствуя участников форума, ректор Российского православного университета указал на общие принципы в работе священника и психотерапевта. Душа человека, внутреннее его, есть престол Божий и в нем есть начало Царствия Божия. Труд служения священника, труд служения психолога, психотерапевта, они очень похожи. Мы вместе должны служить тому, чтобы человек раскрывал в себе те духовные дары, воспитывал в себе таким образом свою личность, чтобы она по призыву Спасителя стала престолом Небесного Отца. В течение нескольких дней православные психотерапевты обсуждали разные аспекты главной темы. Говорили о значении прощения в жизни как отдельного человека, так и общества, и его исцеляющей силе, о решающей роли духовного начала, обсуждали, как соотносится христианская психология и светская научная. Прозвучало мнение о том, что священнослужителю нужно вооружаться сегодня современными научными знаниями. Наша жизнь такая сложная, что не все проблемы решаются молитвой, постом или советом даже опытного духовника. Существуют еще психозы, и священник должен разбираться, самому ли помогать в тех проблемах, которые проявляются на исповеди, или отправлять к психотерапевту, если это невроз, или же отправлять к психиатру, когда это уже серьезные нарушения психики. Участники конференции приехали не только для того, чтобы сделать доклады. Важной составляющей форума стало общение, во время которого продолжалось обсуждение волнующих вопросов. А посетителям конференции предоставилась уникальная возможность выслушать выдающихся христианских психологов, священников и богословов.